Вечер добрый! Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Главная тема, с которой начнем сегодня выпуск – псевдовыборы в так называемых ДНР и ЛНР. В Донецке они только что закончились, в Луганске продолжаются даже в эти минуты. И главный вопрос – даже не то, что именно там сейчас происходит, не станет ли сегодняшний день еще одним шагом к эскалации конфликта, поводом для начала новой большой войны? Что дальше? Признает ли эту иллюзию выборов Россия? Как отреагирует Запад? И готовы ли в Киеве отвлечься от политических торгов и заметить, что именно сегодня Донбасс может стать еще дальше от Украины? Ответы на все эти вопросы мы с вами получим в сегодняшней программе. Ну а пока давайте, давайте разбираться вместе. Весь сегодняшний день мы получаем картинку из Донецка и Луганска. Ну вот она на экранах. Ну посмотрите, казалось бы, вроде бы и избирательные комиссии работают, вроде бы и очереди даже на участках выстраивались. Но когда присматриваешься к деталям, то все проясняется. Выборы организованы настолько небрежно, что кажется, результат уже определен, а значит и процесс, по сути, не важен. Главное – массовку нагнать. И делается это очень просто. Возле мест для голосования, посмотрите, устроили продуктовые ярмарки. Для тех, кто уже который месяц живет в прогулоке, ну хоть какая-то возможность, даже вот так, стоя в очереди, купить продукты, вот люди и собрались. Здесь написано все по одной гривне. Поэтому в социальных сетях эти псевдовыборы уже прозвали овощными. Еще пенсионерам объявили, только на участках можно получить так называемую социальную карту. Не придешь, потом без нее просто пенсию не получишь. Голосуют, голосуют по копиям паспортов, а значит, может быть и по нескольку раз на нескольких участках. Ну а то, что говорили в этот день самопровозглашенные лидеры и сами люди отличаются и отличаются кардинально. Ну вот, послушайте. Пенсию получаете? Ну, пока нет. Пока не получаю. Думаю, что все прекратится, все будет хорошо. Вот я пенсии не получаю, четыре месяца, не знаю, когда он меня выплатит. Закончить войну и жить умею, как я жил в прежде до войны. Сейчас начнется мясо, ребята. Отойди! Отберите оттуда! Только недорогите, не спешите. Поговорите на нас! Голову поднимите! Поговорите на нас! Какая политическая актива больше всего нравится? За справедливость, ясно, мир и против нас. Микрофон! Замарюк! Сегодня пройдут выборы с внутренним реакцией Киева. Вот это мы будем снять. Оттуда же на лесу и родоваться. Смотрите, какой реакцией Киева вы ждете? Какой я жду? Они нас не знают. Вернут нашу противную землю без боя. Наладим нормальные генерические отношения. Не дружить от равнопарной партнеры. Загадывать не любим. Давайте, мы люди суверенные. У СМИ есть правило никогда не давать слово боевикам, никогда не давать слово террористам. Но вот, наверное, сегодня единственный день, когда это оправдано. Вы слышали только что, господин Захарченко сказал, они признают, они вернут нашу утраченную землю без боя. Ну, вот таков их план. Так ли это? Действительно ли для этого есть основания? Будем разбираться сегодня в студии. Ну, и есть уже ответ. Есть ответ украинского президента. Псевдовыборы ставят под угрозу мирный процесс, заявил Петр Порошенко. Он считает, что выборы грубо нарушают минские договоренности. Протокол по урегулированию конфликта, который был подписан в сентябре, подразумевает проведение местных выборов исключительно по украинским законам. Фарс под булами танков и автоматом, которые устроили террористические организации, так об этом говорит президент, и утверждает, что они ничего не имеют общего с реальным волеизъявлением народа. Вечер добрый. Гости появились в студии. Олег Лешко, экс-мэр Луганска. Алексей Данилов. Вы знаете, я вот с этого месседжа, который только что прозвучал, и хотел начать разговор с вами. Вот господин Захарченко сказал слова, которых, я думаю, многие возмутили. Вот благодаря этим псевдовыборам нашу землю вернут без боя, нас признают. А действительно ли для этого есть основания, Олег? Я хочу сказать, что сегодняшние так называемые выборы на Донеччині, на Луганщині, на частинной территории, оккупованных российскими оккупантами, первое, засвечили мертвого народа из Минского протокола. Мы в чердове приконали, что ни обещания, которые дает Россия, не вартают паперу, на котором они подписаны. Адже, соответственно, до Минского протокола, от 5 вересня 2014 года, выборы должны происходить в соответствии с требованием Украинского законодательства. Наголошу, на выполнение этого Минского протокола Верховная Рада приняла закон про особенности местного управления и выборы местных органов были призначены на 7 грудня 2014 года. Я, единственный депутат Верховной Ради, какой-то из трибуны, в очи президента, потому что было закрыто заседание, сказал, что когда вы, Петро Лисич, говорите, что вы принесли нам мир, вы мне напоминаете британского премьера Чемберлена, который после Мюнхенской конференции с Гитлером вернулся домой, А что он не ответил вам? Ничего не ответил, он молчал. Сегодня нам ответили террористы. Они наплевали, раздобали Мюнхенский протокол, они раздобали закон про особенный статус Донбасса. Я считаю, что после сегодняшних выборов этот закон должен быть негайно скасован, потому что это доказательства, что он не действует. Потому что все, что пропонировалось всем законам террористам, они не принимают, они ведут свою игру. Сегодняшние выборы на Донбассе показывают одну очень простую речь. Россию можно остановить только силой. Наша слабость провокирует на агрессию. Наша сила агрессора остановит. Поэтому выход из ситуации один. Будет строить мощную армию, озборвать и быть готовыми защищать страну. Алексей Данилов, экс-мэр Луганска. Я помню, вы были самым молодым мэром, правильно? Было время. Вы же явно говорили с теми, кто сейчас живет в Луганске. Как вам сейчас эта ситуация? Что люди рассказывают? И как вам сейчас то, что в городе происходит? Я говорю с Луганском практически каждый божий день. Я могу сказать, что наши политики немножко упрощают ситуацию, когда говорят, что проблема в Путине, проблема в террористах. На самом деле Луганщину начали и Донецкий край уничтожать, начиная с 1994 года. Первая стратегическая ошибка – закрытие шах на Донбассе. Это было принято в 1994 году. Затем было тотальное уничтожение угольной отрасли. После чего мы вынуждены были колоссальное количество людей оставить за бортом, за работой. У нас, Амирнова, есть очень хороший роман «Хиба рауть валы, як я слаболни». То состояние, которое в последние 20 лет власть вводила на Донбассе, вот результат мы видим сегодня. Это не ситуация сегодняшнего дня. Как быть с сегодняшними событиями? Я понимаю, что ситуация назрела давно. Я могу с вами согласиться. Я хочу сказать, что когда мы упрощаем ситуацию, что эта ситуация касается только Донбасса, еще раз повторяю, что мы упрощаем ситуацию. Если вы хотите мое мнение, на Донбассе в феврале месяце произошла большая врадиевка. Когда люди вышли, они точно так же, как на Майдане здесь, они уже не могли жить по старым законам. Когда одна группировка в одной области, вторая группировка во второй области, начиная с 1998 года, полностью монополизировали все. Политику, прокуратуру, суды, власть, деньги, бизнес. Этим бедным людям ничего не оставалось, как только за 150 гривен голосовать за партию региона. И результат тотальной монополизации мы сегодня видим. Сегодня следующая ситуация. Алексей, простите, у нас военный корреспондент есть. Я к вам вернусь, мы договорим с вами. Что происходит в зоне конфликта? За этим целый день следят наши корреспонденты. И вот только что мне сказали, что на связи появился Вениамин Трубачев. Он в Донецкой области. Накануне, Вениамин, да, я так думаю, ты меня слышишь. Скажи, накануне силовики много предупреждали о возможности провокаций. Было сегодня что-то? Ну, как таковых провокаций, к счастью, не было. Но вот сегодня вблизи Мариуполя на одном из блокпостов произошел теракт. Это, пожалуй, главная новость из зоны боевых действий сегодня. Утром военные остановили автомобиль для проверки. И во время осмотра произошел взрыв. Так вот, по версии следователей, это был дистанционный взрыв радиоуправляемого заряда. Вот в результате два украинских военных погибли. Еще один получил ранение. Водитель этого автомобиля остался жив. Он сейчас находится в больнице и дает показания. Что касается непосредственно уже боевых действий. Самая сложная обстановка сейчас в Луганской области, в частности, вблизи села Крымское. Боевики обстреляли позиции украинских войск из минометов и градов. Также были атакованы блокпосты в районе населенного пункта Чернухина. Там боевики подошли уже настолько близко, что даже применяли стрелковое оружие. Украинские военные вынуждены были, в свою очередь, стрелять в ответ. Работают по системе. Сначала работает град, потом работают минометы. Ну, это постоянно. Сказать, что сегодня больше, а вчера меньше, это нереально. А часто вот со стрелкового оружия? Да, подходят близко. Стреляют со стрелкового оружия. В основном обстрелы идут где-то так вот под утро, так сказать. В часе 5-6 утра. Вот так вот. Ну, а так все более-менее. А еще стреляют? В основном миномет. А вот в Донецком аэропорту сегодня было непривычно тихо. Боевики практически не обстреливали позиции украинской армии. В то же время жители самого Донецка говорят, что в город заехала большая колонна российской военной техники. В том числе есть и установки град. Также, по словам очевидцев, в районе Горловки приехала колонна танков. И вот в целом украинские разведчики фиксируют, что боевики сейчас наращивают силы. Я просто, чтобы видеть, скажу. С той стороны идет регулярно подкрепление. С той стороны России. Гради, танки, чеченцы. Они просто делают окружение. Они, наверное, хотят забрать Дебальцева, хотят забрать это все. И хотят выравнивать какую-то там что-то. Но мы их не пустим. Это 100%. У нас есть боевый дух. 100% есть. Самые актуальные вопросы у военных сейчас это обеспечение и ротация. Многие уже по полгода находятся на передовой без отпуска. И живут солдаты в большинстве своем, конечно, в нечеловеческих условиях. Например, разведчики показали мне, где они отдыхают. Это ангар с бетонным полом, где все продувается ветром. Нет отопления, даже буржуек там нет у них. А сейчас по ночам в Донецкой области уже заморозки серьезные. Ничего никто нам не дает. Волонтеры. Вот мне вчера привезли волонтеров. Это мне вчера привезли волонтеров. Вот это себе сам достал. Что еще? Что мне дала украинская армия? Ну что вам показать? А, сейчас, секунду. Это что мне дала наша украинская армия. Вот. Единственное. Что мне дала наша украинская армия. Что мне одеты, что мне обуты, я все покупал сам. Есть, конечно, и хорошие новости. Террористы освободили 25 украинских военных в обмен. Столько же боевиков и их пособников вернулись на оккупированные территории. Вот вышли на свободу бойцы, попавшие в плен под Иловайском. 70 дней они находились в руках террористов. И вот украинские переговорщики говорят, что это был один из самых сложных обменов. Потому что боевики постоянно меняли списки, фамилии. А также вот они до сих пор отказываются освобождать бойцов добровольческих батальонов и офицеров. Дмитрий. Спасибо, Вениамин Трубачев был с нами на прямой связи. Я вернусь к гостям. Единственная просьба. Вот смотрите, я здесь на стороне зрителей. Что, в чем наши зрители хотят разобраться? Что сейчас происходит и что это означает для Украины? Потеряем ли мы Донбасс? Вы видели те очереди, которые есть сегодня. Неужели все так рвутся голосовать? Вы были в этом городе мэром. Вы должны понимать. Олег, неужели все так рвутся голосовать или выгнали, заставили? Олексей был там мером, а моя родина по маме вся из Луганщины. И мои родители в том числе и в оккупированном Луганске живут. Олексей Язнемзодин, он правильно говорит. З 94-го года отдали Донбасс на растерзание банди и партии регионов. И сегодня мы пожинаем насидки этой политики. Так же, как оставили Крым на позволяще. 23 года никто ничего в Крыму не делал. Что дальше? Далее только бороться. Есть два варианта. Я еду, читаю Facebook, читаю социальные сети. Все говорят, что нужно отмолиться. Нужно еду, куда они хотят. Они голосуют за гречку, за картофель. Я нашим глядачам хочу сказать. Вирвите сердце своё. Відрвите, отрежьте себе руку, голову, ногу. Кто-то отрежет от вас? Боротися. Иного шляха, чем боротися, нет. Я вам наведу три истории, очень короткие. Три молодых парня. Максим Клокун, 24 лет, житель Киева. Боевец батальона Шахтарск. Вдрвало ногу под Иловайском. Олексій Цапенко. 22-річний молодший лейтенант. Національна гвардія з Миколаєва. Окупанти розстріляли, він не ходив. В него паралізований позвоночник. Юрій Весельський. Десантик из Житомира. 20 лет, хлопцю. Ногу відрвало. Теж же російські окупанти. От я с ними з усіма зустрічався. Коли я их питаю. Пацани, у вас нема є ноги. Ти не ходишь ногами. У тебя позвоночник перебитый. Что делать? Усі як один кажуть. Боротися. Боротися. Якщо я для вас не авторитет. Я хочу вам задати слова Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра Британії. Коли ему Гитлер запропонував. Боротись. І ніколи не здаватися. Ніколи не здаватися. Олег, у нас є історія, яку знімав мій колега. Він знаходиться зараз в Луганскі. Він по нашому редакційному заданню участвував в цих виборах. Даже проголосував. Снімав все на мобильний телефон. Ми не можемо показати його лиця по понятним причинам. Ми не можемо назвати його фамилию. Ну, вот то, що він видів своїми глазами. Давайте посмотрим вместе і розберемося. Я нахожусь напротив 60-ї школи в місті Луганскі, де сьогодні, 2-го числа, пройдуть вибори Луганської народної республі. Плотницький щас ж руководить этим всем делом. Хоть в курс дела вошел. Ну, це... Это потім, сонок, переделається, якщо неугодний буде. Ну, це дають, щоб 50% виїхали бесплатно. А 50%... Що там ще. А потім, коли в больницю, щоб взяли там. Денпло, Плотницький, всіх остальних конкурентів подбирали. І ще якісь дві шалки, нікому неизвестні. Дівка какая-то, місць, чого-то там... А, аеропитянка. Чого, правильно. Да, і ще какой-то мужик, не знаю, ну, все другое. Ну, разве можна так над людьми издеваться, а? На організацій не дуже, оказывається. Видите, що? Раньше, видите, скільки було, все вміщались. Ну, нельзя ж так і... Ось більші, але швидко проходить, ну, як сказати. Люди быстро кружаються. Ага. А ви довго стоїли, а не голосували? Ну, я с 8 утра, я пораньше пришла, вже отголосувала. Уже. Так що... Карточки дають соціальні. А що за карточки? А там скидка і по проєзду 50%, і там все. Також хотілося б показати вам ту саму карту, которую хотят получить избиратели на избирательних участках сегодня. По сути, она представляє для себя порядковий номер, который записывается в избирательний протокол напротив вашей фамилии. І с помощью цієї карти у пенсіонерів появляється можливість пенсії, також у гражданів можливість можливість пенсії і скидки на групу продуктів первої необхідності і на проєзд в об'язковому транспорту. Видите, на одному із них даже нету печати, яка б свидетельствувала о його поддінності. Що, в принципі, говорить о качестві проведення виборів? Ну, вот такая ситуація, даже вот эту соціальну карточку. То есть, я наскільки понимаю, люди більше за карточками шли, ніж проголосувати? Ну, люди живуть в мире іллюзий, ще раз повторяю. Они с 94-го года жили в одних іллюзиях, сейчас вони будуть в определенному часу жити в мире вторих іллюзий. Они считають, що їх щас накормить Россія, она їх буде поїть, кормить, обувать, одевать. Россія использує сегодня эту ситуацию, слабость в Україні, в частности на Донбассі, только для решення своїх личних проблем. Владимир Владимирович, он просто воспользовался подступно, да, воспользовался этой ситуацией, слабостью на сегодняшний день. Донбасс был и есть, останется украинским. Другой вопрос, что этот народ опять будет страдать. Он опять будет, извините за выражение, потерпевшим во всей этой ситуации. Но для того, чтобы понять, что его в очередной раз обманули, для этого им придется в очередной раз пройти через то, что они продили до этого. Без работы, без зарплаты, без никакого транспорта, никакого здравоохранения там просто априори быть не может. Потому что это невозможно организовать на такой большой территории. Понятно. Людей уже повестками, я бачил сегодня в интернете повестки, закликают в армию. У нас есть в студии Маркин Ян Лубківский, он, по-моему, принес эти повестки. Он ждет времени, чтобы зайти. Олег, мы закончим с вами и поговорим об этом. Будьте, пожалуйста. Нам нужно закончить буквально 30 секунд. Вы предупреждаете, что Украине придется с ними сесть за стол переговоров после того, как их, наверное, Россия визнает? Нет, конечно, мы должны вести перемоги. Но с кем? Перемоги не вести с Россией. Те, кто сегодня на Донбассе, это маніпуляторы. Они маніпулируют. Это шестерки российские. Все вопросы решаются в Кремле. Но я говорю, что если мы не будем бороться, если мы не защищаем свою землю, Донбасс перетворится на Приднестровье, на Абхазию. Мы получаем замороженный конфликт на десятки лет вперед. И чем дальше, тем важнее ее будет развязать. Потому что они нарушают военные силы, военные возможности. Больше того, они планируют пойти в наступ. И это не есть тайной для разведки, ни для керевництва Збройных сил Украины. Мы просто сейчас поговорим с представителем СБУ. Спасибо, что были в студии. Гости, которые подъехали, проходите, пожалуйста. Мы готовы будем с вами поговорить. И есть ли возможность у нас услышать кого-либо из корреспондентов, либо Москву? Коллеги, что мы делаем? Нет, хорошо, пожалуйста, проходите. Хорошо, проходите, пожалуйста. Да, Вячеслав Кириленко, один из лидеров Народного фронта. Витаю. Да, походите, пожалуйста. Так, будь ласка, вставайте. Американ Лубківский, советник главы СБУ. Добрий вечер. Скажите, будь ласка, стосовно тих повісток, про которые сегодня говорили, пан Ляшко, який мы в интернеті бачили, это правда? Это правда, ось ці повістки. А покажіть просто на камеру. Просто. Можете подивитися на ці повістки, ось одна, ось друга повістка. Ну, власне ці одинакові, тільки прізвища різні. Що там написано? Там написано наступне. На основі федерального закона РФ от 3-го, 2-го, 14-го года об обороне и табла-бла-бла-бла-бла. Ви должны прибыти в военну комендатуру города Донецка, улица Кабозева, 64, при себе иметь паспорт і воєнний билет. Невыполнення воїнських обязанів влечет від відповідність з законом РФ. Тобто це те, що сьогодні... Ребята, звукоператори, якщо можна, ще принесіть по микрофону нашим гостям, щоб говорять не на пульте, там їх плохо слышно, а я пока... Будьте добры. Ну, я покажу вот эти вот повістки, о которых сьогодні весь день говорили. На самом деле було багато спорів в соціальних сетях фейк, не фейк, ну вот є представители СБУ. Ні, це речові докази. Якщо можна, покажіть крупно. Угу. Чуть мене добре, так? Вот так це виглядит. Це насправді одні з багатьох доказів. У нас технічні проблеми со звуком, дайте мене буквально минуту, ми поговоримо з нашим корреспондентом, вернемся к вам. Наша съемочна група весь сьогоднішній день провела в Авдеєвці, це Донецька область. Город интересен тем, що за последні місяці много раз переходило з рук в руки, ну вот помните, як свадьба в Малиновці, тільки там все намного трагичніє. Ну, в итоге, сейчас часть городка контролюється українськими властями, а часть боєвиками так називає ДНР. Там знаходиться Руслан Сміщук. Руслан, тебе слово. Да, Дмитрий, дійсно, ми сьогодні побували в Авдеєвці, і дійсно, це дуже інтересне місце тем, що линія фронта розділила цей город на дві части. І часто буває так, що людина живет в Україні, а работать ходить в самопровозглашеннюю ДНР. Ми роботали в українській части, Авдеєвці, на расстоянии около 2 км от передового блокпоста сепаратистів, буквально, що називається, через мост перейти і попасть на територію подконтрольную ДНР. І вот ми спрашивали людей, які приходили з той сторони, що вони думають о так называемых виборах. Хочу відмітити, що частина людей, усвішав вопрос, тут же прекращала розговор, і було видно, що вони бояться розмовляти з журналистами на цю тему. Ну а другая частина людей, значительна частина людей, ну так, достатньо скептически отозвалася об цих виборах. Говорят, що їх результат, ну, вже був известен ще до начала голосування. Вибори кого? Вибори, вибори тих, хто вже виборів. Я не знаю. А що люди, ну, що відвесно? Многі йдуть на ці вибори, хто, може, не зображається, а багато вибори вообще не вибори. А вони йдуть зачем? Откуда я знаю? Зачем? Це сложно, ви не поймете. Не знаю. Папіки, реально дедуші. Ну, от вообще люди, які живуть в Авдееві, живуть уже более 4-х місяців в условіях війни, без тепла, води, часто без електричества, вообще скептически относятся к любым выборам. Вопрос, который их интересует, больше всего, как они будут зимовать? Ми не на каких выборах не участвовали. Ни на президента, ні парламентських, ні вот этим. Нас вообще, ну, все. Ну, люди, які приходили з той сторони, розказали, що пригороди Донецка, де велись і ведуться активні боєві действи, пусті. Там просто вот некому голосувати на так называемых псевдовыборах. Ну, там никого нету. Вон, вибили, весь Спартак пустой. А люди на выборы йдут или нет? А я не видел никого. Там людей нет, может быть, десяток человек, і все, нікого нету. Ми свої вещи забрали, да йдемо. Еще хочу отметить, що вперві за багато місяців там, под Донецком, було тихо. Вот на время проведення так называемых выборов, боєвики ДНР не обстрілюють позиції українських силовиків, і у тихо нет необходимости відкривати відповідний огонь. Але, тим не мене, антитеррористичні сили пребувають в полной боєвій готовності, тому що сохраняється вероятність атак і провокаций. Дмитрий. Спасибо, Руслан Смещук, із Авдеєвки, городка, который до сих пор пополам разделен між українськими властями і боєвиками ДНР. Вы знаете, я хотел самый главний вопрос вам задать. Вот то, на чому наверняка наші зрители сьогодні думають. Сергей Лавров на днях заявив, що Кремль готов признать ці результати. І в українському державі в глазах дуже багато глядів. Ну, бачите, багато хто, в тому числі і серед політичного класу в Україні, думав, що із терористами можна підписувати якісь договори. А насправді тепер зрозуміло, а багато кому і до того було зрозуміло, що це папірці. І тому вони будуть діяти тільки використовуючи те, що ми виконуємо домовленості, а вони чхали, вибачте, на всі домовленості апріорі. Тому попереду дуже важкий шлях військово-дипломатичного розв'язання цієї проблеми. І без військової складової не обійдеться. До цього треба готуватися. Я думаю, що Україна продемонструє свою рішучість повернути територіальну цілісність. То тут військова операція? Я думаю, що і дипломатія, і військова операція будуть задіяні. Якщо дипломатія не спрацює, а вона поки що не спрацює, як ми бачимо, тому що вони взагалі 7 грудня мали проводити під контролем Києва і згідно українського законодавства. Вам потім сказали, як говорити, і як жити однією Україною з тими людьми, яких доведеться бомбити, проти яких доведеться... Також люди ж говорили, що 10 чоловік прийшло на вибори. От чоловік з-під Авдіїв, який сьогодні говорив, 10 чоловік прийшло. Які люди? Хай покажуть, які люди, хто голосував. За протпайки? Ну так вибачте, тоді це не вибори, а роздача гуманітарної допомоги, яка незаконно прийшла в вибори. Навіть нам, журналістам, важко якось це обізвати. Це псевдовибори, насправді це знущання перед українським населенням. Це тяжкий злочин. А що стосується... А ви порушили карну справу? Ми порушили сьогодні карну справу за частиною першої статті 109 Кримінального кодексу. І всі, хто проводив ті так звані псевдовибори, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Скажіть, ті так звані міжнародні спостерігачі, які зараз намагаються додати легітимності, проти них будуть порушені справи? Вони тільки понижують легітимність. Вони взагалі... Це люди, які взяли на себе... Вони, по суті, стали в один ряд із злочинцями. Тобто вони абсолютно... Вони приїхали, аби якось додати легітимності. Вони поділять з ними відповідальність за те, що сьогодні відбувається на нашій території. Я хочу вам продемонструвати ще декілька листів. Ось, наприклад, заклики Донецької Народної Республіки, якщо можна показати... А ви на камеру покажіть просто. Будь ласка. Заклик Донецької Народної Республіки до президента Нагорно-Карабахської Республіки Саакяна. Ось заклик до Хаджимби за підписом Захарченка і Литвинова з проханням прислати своїх спостерігачів. Ось заклик до Прохані до Тібілова з Южної Осетії. Тобто це свідчить про те, що, на жаль, на жаль, цей український край поступово дійсно скочується до статусу таких невизначених територій, якими є і Осетія, і Придністров'я зрештою. Ну, вони пытаються Придністровський сценарий, видимо, разыграти. Простіте, у нас є українська реакція проти цих псевдовыборів. В Донецькій і Луганській областях сьогодні протестували. Протестували в Київі, Мариуполі, Львові, Запорож'ї, Днепропетровській. Вот, посмотріть картинку. Донбасс – це Україна. Главний лозунг цих митингов. Протестували в основному переселенці, які за военних дістів виної були уехати з Родиною, уехати в інші регіони України. Вони призывали земляков игнорировать эти нелегитимные выборы. Більше всего жителей Донбасса вышло, конечно же, на Київське, Крещатик. Ещё один важный вопрос. Ну, вот эти псевдовыборы, так или иначе, как бы их ни называть, они состоялись. Не станет ли это прелюдией к новому обострению? К тому, о чём сегодня много говорят, что будет новое наступление, что будет перегруппировка сил, что будут пытаться отрезать ещё часть Украины для того, чтобы обеспечить подход к Крыму. Как Вы думаете, как политик, как Вы думаете, как человек, который обладает доступом к информации? Я думаю, что это серьёзный сигнал для Украины. Готоваться до модернизации Збройных сил, специальных служб и изменять всю военную организацию Украины. Рано или поздно, думаю, что в том числе и в военный способ доведется поновлювать территориальную целесность Крым. Я не думаю, что сейчас Кремль проведет работу над собой и не визнает эти так называемые выборы в так называемых ЛНРД. Вы ожидаете, что будет визнание? Я уверен, что Кремль визнает, и это означает, что мы должны вместе с цивилизованным светом, который не визнав, начиная с ООН, визначитесь, что мы создадим коалицию, возможно, в том числе и военную коалицию против агрессивного Кремля. Они же не только тут так называемые выборы проводят. Они летают литками над Британией, над Нидерландами, над Швецией, подводной швейной и так далее. Они там с ядерной оружием начинают уже попробовать потроху. То нам нужно собрать специальную конференцию и принимать решение. Чи дипломатия взагалі это то, чем можно донести свои думки до Путина, Кремля и тех, кто сейчас там окопался? Кремль, скажите, какой будет ответ украины, когда Москва признает эти выборы, когда Москва будет наполягать и на международном уровне, в том числе, чтобы Украина проводила прямые переговоры с так называемыми самопроголошенными керевниками, которые начать сегодня получили какую-то легитимность. Какой будет ответ у Киева? На самом деле, эти керевники не одержали никакой легитимности. Как сказал Вячеслав, эти псевдовиборы не были признаны и никогда не будут признаны международным співтовариством. Я абсолютно сгоден с Вячеславом в том, что сегодня очень сложное задание стоит перед президентом Украины насампереду, как перед верховным главнокомандующим. И думаю, что эта ситуация займет лет 3-4. Продолжь этого времени нужно организовать армию, нужно абсолютно переглянуть воинскую доктрину. И я думаю, что мы можем выиграть эту войну хорватским вариантом. Точно. Тобто, вы помните, в 1991 году Хорватия начала войну, а закінчила войну в 1995 году в результате двух, спецопераций успешных, которые продолжали примерно три дня. То есть вы прогнозируете, что на меньше четыре года? Так. На жаль, ситуация настолько сложная, что на швидкие ее развязания, исключительно войсковыми или дипломатическими методами, ожидать не доводится. Я думаю, что у нас есть еще одна думка. Наш военный корреспондент Роман Бачкала всю эту неделю находится в так называемой серой зоне. Ну и вот давайте послушаем. У него была возможность разобраться, что люди думают, что думают на самом деле. Буквально несколько часов назад Роман встретил автобус, который вез людей из зоны оккупации. Вот что люди сами рассказали. Люди хотят съесть, люди хотят слепать и платить. Вы из Луганска, да? Можно два слова? Просто мы реально тут не знаем, что там происходит. Зарплат нет. Детские не платят. Пенсии не платят. Так же, как и сверло. Ничего нету. Ну, в общем, все очень плохо. Как дальше вы видите будущее вообще? Расколется. Мы не ходили, не пойдем. Не пойдем. А почему? Ну, а зачем? Смысла нет. Как вы считаете, вообще будущее ВВНР есть? Вдруг скажу так, завтра в подвал не посадят. Ну, правда, знаете. Ну, да, закрывают, да, так, в подвал. Потому что мне же все равно туда возвращаться. В подробности недели мы в прямом эфире. Напомню, у нас Вячеслав Кириленко, один из лидеров Народного фронта. И Маркиян Лубкевский, советник главы СБУ. Скажите, а все ли сделал Киев, чтобы не дать провести эти выборы? Вот многие сегодня будут говорить, что, возможно, стоило быть активнее. Возможно, стоило не допустить эти выборы, сорвать каким-то образом. Была такая возможность? Ну, я думаю, что войсковое распространение в этой ситуации абсолютно неможливым. И, больше того, от украинской стороны боевики ожидали, что Украина збройно отреагирует. Больше того, готовились очень масштабные провокации. И часть из них, именно благодаря работе и службе безопасности Украины, Министерства внутренней справы была разрушена. Я как раз по это хочу вас запитать. Вчора была информация, что начекто готуются провокации, что они там перевдягаются в украинскую форму. Сегодня, щойно, ну, мы говорили с нашим корреспондентом, на счастье, ничего не было. Это лякало нас? Чи это разрушилось? Я думаю, что это разрушилось, и мы застосовали певные упорядживающие действия, которые не позволили это провести. Но вместе с тем, вы помните, что сегодня, на жаль, теракт вибуху в Марьуполе забрал життя наших військовослужбовцев. То есть это часть того плана, который должен быть реализованный. Пан Вячеслав, я вам сейчас дам ответственности. У нас еще и появился связок с Москвой. Напомню, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил, что Кремль готов признать результаты этого голосования, но, по сути, признать ДНР и ЛНР. Ну, и дошло до того, что в самой России сегодня были открыты три избирательных участка в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Мы долго эту информацию проверяли и думали, что все-таки фейк. Нет, оказывается, не фейк. Голосование проходило. Более того, на эти участки организованно свозили избирателей. И вот в Москве сейчас только что появилась связь. Наш российский сапкорд Данил Русаков. Данил, а что сегодня в Москве говорили? Вот были уже сказаны хоть какие-то слова о признании этих сегодняшних результатов? Здравствуйте, Дима. Ну, на самом деле, о какой-то официальной реакции говорить пока рано. Действительно, медиапространство еще таких новостей не получило. А что касается отношения российских высших чиновников к выборам в так называемых народных республиках, по сути, террористических образованиях ЛНР и ДНР, то тут о какой-то точной, определенной реакции. Действительно, пока судить рано, однако точно известно, это распространенное мнение, его придерживаются многие политологи, что, по сути, Кремль сейчас берет под свой полный контроль те процессы, которые там происходят. И в качестве примера некоторые приводят вот последние информации, неподтвержденные о том, что известный командир полевой боевиков Безлер может быть убит. Но такая информация была, опять-таки, я повторюсь, неизвестно, жив он все-таки или нет. И, в частности, также инцидент со звездой недавней эстрады участника клипов с Викой Цыгановой, Губарева, тоже для некоторых служит таким подтверждением. Впрочем, предлагаю послушать более развернутый комментарий на этот счет. Нынешний руководитель самопроизглашенных ДНРЛ, наверное, безусловно, связан с администрацией президента России, на уровне ее руководителя Сергея Иванова и помощника президента Владислава Суркова, которые ведут борьбу против, в общем-то, самого радикального элемента в этих республиках и пытаются обратить внимание Владимира Путина на то, что поддержка людей системы Игоря Геркина-Стрелкова или, скажем, Безлера из Городки может быть небезопасна. Действительно, признает ли Кремль эти псевдовыборы, это сейчас вопрос, на который мало кто может ответить, а также есть много разных теорий относительно интересантов в высших эшелонах российской власти. Именно вот этими процессами, которые происходят на Донбассе, и многие политологи сходятся во мнении, что элиты российские сами не заинтересованы в этом процессе. И вот, в частности, по словам Белковского, вся стратегия, которая связана с организацией так называемого выборного процесса, так называемого голосования, она в голове только у одного человека. Белковский считает, что это Путин, глава России. Но, в принципе, одним из очень интересных подтверждений, в частности, это в какой-то мере повторяет слова опять того же Белковского, является то, что действительно все пытаются взять в свой контроль, под свои руки. И, в частности, подтверждением этого служит то, что на самом деле руководят процессами те люди, которые ранее были замечены на востоке Украины, сейчас ушли в тень, но, по сути, продолжают руководить всем тем, что там происходит. А предлагаю более развернуто следующим комментарием услышать, о чем идет речь. В интернете ходила вот эта запись разговора одного из московских кураторов, Бородая, с донецким руководителем коммунистической партии, я не помню его фамилию. Вот она была абсолютно откровенна. Он ему объяснял совершенно четко, что все уже не путайся под ногами, все уже прописано, все решено. Данил, а у меня как раз вот по поводу этого интервью есть вопрос, извини, прерву тебя. Ну вот говорит твой собеседник, якобы все прописано, все решено. В Украине много говорили, мы только что в студии об этом говорили, что вот именно после этих так называемых выборов в ДНР и ЛНР войска начнут пробивать коридор в Крыму, через Запорожье, через Херсон. Есть какие-то комментарии, что в самой Москве об этом говорят? Какова вероятность? Да, действительно, Дима, что касается информации, которая поступает в последние часы, в частности, речь идет действительно о той знаменитой видеозаписи, где КамАЗы движутся со стороны Макеевки, в сторону Донецка. Я напомню, речь идет как минимум о 62 машинах. По некоторым данным там находится личный состав, установки Грата, установки Ураган. Так вот, действительно, это тоже комментируют в Москве, и в частности, вот по версии военных обозревателей, по версии людей, которые действительно часто связаны с командировками в зону боевых действий. Они почему-то считают, что такой сценарий маловероятен. Во-первых, они говорят, что сейчас время достаточно холодное, и для войск действительно очень трудно каким-то образом передвигаться во всех этих районах. Ну и это первое. Второе, они полагают, что каких-то действий стоит ожидать, возможно, после Нового года. Что касается, действительно, того, что 62 машины, действительно, мало для того, чтобы куда-то двигаться, нам об этом сегодня тоже говорили, тем более пытаться покорять такое большое пространство. Однако, есть, действительно, опасения, что могут в считанные часы, дни перебросить группировки войск, что мы, собственно, много раз перед этим наблюдали. Я предлагаю послушать следующий комментарий, в котором, собственно, как бы более развернуто нам рассказал военный эксперт, именно, как именно те, кто сейчас находятся в самопровозглашенных террористических образованиях, могут быть заинтересованы в том, чтобы двигаться дальше, и какие у них для этого есть основания. Сила, которая там сейчас имеет интерес раздувать конфликт, это так называемые ополченцы. Они не хотят становиться стационарными, как говорят, бандитами. Это люди мобильные, они там были в Крыму, ушли туда, вот, в Донбасс. То есть, если хотели бы оставаться стационарными бандитами, так называемыми, в Крыму там устраивать, там, пилить российский бюджет, то всегда они бы в Крыму остались. А это люди такие подвижные. Им хочется дальше идти на Харьков, Запорожье, на Киев, неважно. Ну, так или иначе, что является разгадкой этого действительно странного ребуса, я думаю, что мы уже узнаем ближайшие часы, дни, если действительно не часы. Но, что касается возможного воздействия на попытки участия в эскалации конфликта на востоке Украины, то здесь, в Москве, в элитах есть большое количество опасений. Ведь, насколько мы все хорошо знаем, чиновники Евросоюза предупреждали, что если подобные попытки будут совершены, тогда они непременно ответят новым пакетом санкций. Дима. Спасибо за твою работу сегодня. Наш московский корреспондент Данил Русаков говорил со всеми, у кого есть информация из первых рук, но, в том числе, как видите, и с военными обозревателями. Пан Вячеслав, у нас живой эфир, очень мало времени. Я готов вас почути, если можно, стисло. Чего дальше ждать в Украине и что делать? Есть впечатление, что просто политики, я как человек скажу, как наши глядачи сейчас думают, где-то заграли в колесиаду, в портфеле, проглядили эту ситуацию. Что делать дальше? Я вам скажу, как человек, у нас слишком большим впливом использовалась партия Минских Домовленостей. Ставка делалась, понятно, на это. Это сегодня остаточный крах этих Домовленостей. Если Москва признает эти выборы, мы стоим перед загрозой многократной эскалации этого конфликта. Это первое и второе. Я бы хотел обратиться к людям, которые там, в так называемых ДНР и ЛНР. Просто посмотрите в камеру, скажите им. Эти люди опинятся между Украиной и между Россией. Они будут не в гривневой и не в рубльовой зоне. Они будут объектами маніпуляций, задачами которых будет рабская работа, торговля людьми, наркотрафик, копанки, все возможные виды бандитизма. И любой закон, а не украинский, а не российский, на территории так называемых ДНР и ЛНР, это не будет действовать. Это будет черная зона, даже не сира. И поэтому сами донечане, сами луганчане должны сделать все для того, чтобы навести лад у себя. Не бандиты заезжие гастролеры, чтобы керували ними, а они сами. И в этом была, возможно, какая-то позитивная часть этих минских договорностей, когда говорится о выборах 7 ноября. Теперь все это взорвано, Украина будет реагировать. На жаль, понадобится час для того, чтобы они это занимали. Дякую за разговор. Маю вам поддякувати. Пан Веркиян, вы с нами в студии. Зачекайте, у меня есть еще одна тема для вас, чтобы вы прокомментировали. Одна из самых громких тем этой недели, 32-й блокпост. Ну, вот только представьте. В Луганской области наши военные попали в окружение. Несколько десятков человек и боевики. Боевики обещали их отпустить. Даже с техникой и боеприпасами. Вот только сдайте свои позиции. А от командования ничего конкретного. Не атаковать, не отступать. Вот единственный приказ был. Тремайтеся. Тремайтеся. Дошло до того, что боевики даже пресс-туры в район 32-го блокпоста стали возить. На этой неделе ребята вырвались из окружения. Вот только сейчас рассказывают, как все было на самом деле. Сначала по рации передавали, что люди переносят через дорогу ящики. Нам главный сказал наблюдать. Ну, наблюдались, пока езжали в кольцо. Первая колонна пыталась прорваться. Прорвался один танк, один БТР и в Урал в боеприпасы. Реально погибли. Ну, когда я приехал домой, я посмотрел, в интернете написано, 8 человек погибло. Так вот, мы, получается, первый день 18, второй день 14, и четверых выкопали. Сами террористы пришли и предложили нам выход. Когда старший об этом узнал, он, по всей видимости, сообщил об этом руководству, мы договаривались, что хочет, что мы будем выезжать. Ровно в два часа ударила по ним артиллерия, то есть они не дали нам выйти. Они пришли, а второй день, наверное, ответили в наше правительство. В общем, они пять дней не за нами ходили, потом уже начали череда нам приносить, воду приносили нам. Мы там просто никому не нужны. Кто там воевал, против кого мы воевали, мы так и не поняли. У нас на связи есть Сергей Мельничук, командир батальона «Айдар». Сергей, слышно нас? Да, слышно. Спасибо большое, что присоединились. Скажите, вы видели вот только что этот материал, а какова ваша версия? Что произошло на 32-м блокпосту? Действительно ли артиллерия ударила по ребятам, не дала им выйти? Как вообще вы это прокомментируете? Ну, артиллерия это не своя, скорее всего, ударила. Ситуация на 32-м блокпосту в тот момент, когда они его покинули, была такова, что была подготовлена группировка войск, которая должна была разблокировать этот блокпост. И в тот день, ночью, я это хорошо помню, потому что началось движение войск, группировка около полутора тысячи человек с бронетехникой, начало движение по фронту. Мне позвонили разведчики и доложили, что с той стороны, со стороны сепаратистов, генерала Дремова есть там такой, с той стороны, войска тоже подняты по тревоге, и они тоже начали выдвигаться. Непонятно, по каким причинам, ребятам, которые находились на блокпосту, старший построил и дал команду уходить. Ему такой команды от вооруженных сил не поступало. Почему сейчас идет расследование, кто какую команду давал на отход, непонятно. Мы опять оставили позиции, так как оставили позиции возле металлиста, когда комбриг первой бригады просто-напросто оставил наших ребят 39 человек, которых потом в 25 мешков сложили. Явно идет непонятно, какие приказы, чьи приказы, и потом мы сдаем свои территории. Сергей, у нас есть возможность разобраться с еще одной ситуацией, еще один проблемный блокпост, но у нас Северс уже 31-й. Вот ребята сейчас реально на линии огня, там может произойти точно такая же трагедия, как и на 32-м блокпосту. Давайте посмотрим. Фактически, так называемая буферная зона, или как ее еще называют, серая зона, проходит по реке Северский Донец. По эту сторону ситуацию контролирует Украина, украинские власти, а по противоположную в большинстве своем так называемые банформирования, ЛНР, ДНР. Здесь очень сложно рассчитывать время, расстояние, потому что многие дороги заблокированы, мосты взорваны. И вот теперь мы пытаемся попасть в Крымское совершенно другой стороны, делаем большой крюк, но по-другому никак. Ну, наконец, мы до вас доехали, потому что мы второй день до вас едем. Здесь постоянная боевая готовность, мы видим пулеметчики, человек с гранатометом в руках, постоянной готовности. Как боевый дух? Вы понимаете, за что вы стоите? Конечно. Отлично. Молодцы, молодцы. Дай Бог здоровья, чтобы все живые повернулись. Мы общались с ребятами с Насгвардии, а там впереди бойцы 24-й бригады вооруженных сил Украины. Треба давать адекватную ответственность, а не стоять в ножке и ховаться в нори, как суслики. Стреляют они, стыдляем у них, наступают они, наступаем у них. И вот это будет правильно. Генератор у нас. Генератор? Дальший солдат генератор. Может, скоро нужно повесить звонят. Только мое бути отстрел, сразу утекает у блендаж. Чует, упережает нас. Все, которые подходят, значит? Где, где, где? Четыре человека. Вот эти четверо на дороге, это террористы, они оказались как бы между двух огней. То есть их бросили на передовую их командиры, да? Я так понимаю. Сепары, командирские сепары. И что теперь, какая вот ситуация? Им не надо куда деваться, или они до нас, или их зараз не вернулись, и их выезжали. Мы им предлагали до нас. Мы им предлагали сдаться. У них лимонки в руках. А вот чему выполненных настреляют? А у нас перемирие, мы не имеем права. Вот в этом принципиальное различие между террористами и военными. Их отправили сюда, все пришли, чтобы не их убили. Хлопцы, ну что, ты как? Мы в спину моем стрелять. Там немае никакого протеста. Вот, пожалуйста. И отправили четырех человек, и их им не треба просто, и все. Сейчас относительно тихо. Возможно, в связи с тем, что сегодня у террористов выборы. Но это затишье, оно такое очень относительное. Вот буквально недавно был обстрел из установки ГРАЗ. Повезло. Боекомплект приземлился в этом поле. Если вы видите, видите, оно такое, такие воронки, перерытое поле. Но у ребят страха нет. Есть боль. И боль за то, что 32-й блокпост, который вот отсюда, он был километром восьми, и в поле до сих пор остались несобранные тела. Просто поле заминированное, подойти и подступиться к нему сейчас невозможно. Официально сообщалось о том, что там всего несколько погибших было. Но бойцы говорят, что там остались десятки тел. Маркин, как вы это прокомментируете? Ну, я хотел бы сказать, насколько мне известно, этим вопросом уже занимается військовая прокуратура. И что касается 32-го, и вопрос 31-го блокпосту. Я думаю, я не явлюсь військовой человек. Но что я могу сказать, что, конечно, оставить хлопцев на призволе еще ни в каком разе не можно. А не без артиллерийской поддержки, а не просто в чистом поле. Это понятно. И это, с любой точки зрения, жизнь людей не варта того, чтобы их оставить на покинутом. Что касается другого вопроса, повернувшись уже к вопросу выборов, я хотел бы сказать, что вы много говорили про то, что уже известные результаты и известный сценарий, которым педа Российская Федерация. Хочу сказать, что у нас есть оперативная информация, когда кандидат у депутата Фролов разговаривает с колешним министром государственной безопасности ДНР Барановым и посылаясь на Лягина, керевника Центрального учреждения комиссии, 54% будет явка на этих выборах, и это продиктовано. Это Москва им диктует так. 54% и 82% мают выдать свои голоси за. То есть, за доведение они договорились. Это уже известные результаты, и эти результаты навязаны из Москвы. Сергей, спасибо большое, что присоединились. Мы должны прерваться на рекламу. Ровно через 7 минут вернемся в эту студию. Дождитесь.